Видновская детская поликлиника победила в областном конкурсе в номинации «Лучшая детская поликлиника по пропаганде здорового образа жизни». Это заслуга как администрации района, выделившей средства из местного бюджета на косметический ремонт здания, приобретение оборудования и обустройство игровых зон, так и сотрудников поликлиники. Сергей Кошман наградил благодарственными письмами и почетными грамотами тех, кто помог завоевать эту победу. Глава района призвал коллектив учреждения не останавливаться на достигнутом и добиваться новых вершин. Изменения, произошедшие за последнее время в поликлинике, не заметить нельзя. Уходят в прошлое долгие ожидания в очереди к врачу, виды медицинской помощи становятся разнообразнее и доступнее. Запись стала эталонов больше, самое главное – эталонов больше. И врачи относятся к нам прекрасно. Вот автомат стал стоять. На реконструкционные мероприятия администрация выделила 6 миллионов рублей, а в качестве приза поликлиника получит оборудование на 2 миллиона. Мы считаем, что 8 миллионов рублей пошли на благое дело. Притом на дело самое лучшее, потому что мы тем самым укрепляем здравоохранение, которое служит заботе о наших детях, подрастающем поколении. Будем дальше так работать. Новому облику поликлиники отныне соответствует и качество обслуживания. Современный подход к доступу информации, посещению врачей, плюс доброжелательная атмосфера. Как театр начинается с приходной свешалки, медицинское учреждение начинается с регистратуры. В этом плане у детской поликлиники все изменилось, стало по-другому, в ногу со временем, в ногу с современными пониманиями. В праздничный для поликлиники день многие сотрудники учреждения были награждены грамотами и благодарственными письмами главы района и управления здравоохранения. Наш теремок здоровья. Так называют детскую поликлинику Юрий Борисов. Человек, стараниями которого последние 14 лет учреждение набирает силы и расцветает. На базе детской поликлиники планируется создать медико-диагностический консультативный центр. Ну, как бы сказать, задачи будут более серьезные у детской поликлиники. Реализация этих планов предполагает оснащение детской поликлиники современным, высокотехнологичным оборудованием для диагностики и лечения маленьких пациентов. В плане у нас и новый компьютерный томограф, и магнитно-резонансный томограф. Все, что необходимо для создания диагностики. Единственная, как считает руководство поликлиники, большая проблема – кадры. Но это беда всей России. Рождаемость растет, а в лечебных учреждениях не хватает врачей-специалистов. Мы надеемся в этом плане на помощь городской администрации, министерства здравоохранения. Мы со следующего года уже переходим под эгидой министерства здравоохранения. То есть наше учреждение полностью передается в министерство здравоохранения Московской области. Только так совместными усилиями можно добиться хорошего результата. А результат этот – здоровье наших детей, а значит здоровье будущих поколений России. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Наталья Буслаева, Видное ТВ.